Несмотря на напряженную обстановку на Донбассе и обстрелы, пункты раздачи помощи Рената Ахметова работают как и раньше. Мирным жителям, проживающим на неподконтрольной Украине территории, штаб с начала своей работы раздал более 2 миллионов продуктовых наборов. О гуманитарной ситуации на Донбассе расскажут наши корреспонденты. В очереди на пункте раздачи гуманитарной помощи Рената Ахметова только и разговоров об обстрелах города. Все сильнее и сильнее. Вот эти взрывы опять пошли. То были очень далеко, глухие. А сейчас уже взрывы раздаются с тяжелых каких-то орудий. Поэтому все как-то опять напряженнее. И напряжение становится с каждым днем. Светлана Федоряк работает в ЖЭКе. Ежемесячные продуктовые наборы гуманитарного штаба выручают не только ее, но и близких. Помощь очень большую эти пакеты оказывают, поскольку люди остались без пенсии. Вот моя бабушка уже 8 месяцев без пенсии. Переоформить она у меня парализованная, выехать невозможно. А по всему это большая подмога. Галина сегодня впервые получила помощь. Женщина рада консервам и сладкому. Нормальная. Ничего не могу сказать. А вообще за ученым кто-то пробовал. Меня сын угощал. Вернее, его теща получала и со мной делились. Галина вместе с семьей пережила несколько сильных обстрелов. Поэтому и сегодняшней ночью вновь не сомкнула глаз. Страшно. Когда очень страшно. И вот сынок. Вместе с детками, с внуками. В погребе сидели. Все бывало. Несмотря на напряженную обстановку в городе, пункты раздачи помощи Рината Ахметова работают в прежнем режиме. Волонтеры доставляют в районы новые партии наборов для выживания. Из-за блокады коммерческих грузов с продовольствием цены в городе на 30% выше от среднеукраинских. Большинство пенсионеров, даже те, кто переоформил пенсии, так и не смогли получить пропуска. Выручают социально незащищенные категории людей такие наборы для выживания. Недавно я услышала, можно из овсяной крупы делать котлету. Сейчас, наверное, все это делают. Добавляют туда еще там чего-нибудь. И получается даже ничего. Женщины отмечают и качество продуктов. Свежее все. Свежее, все хорошее. Отлично, хорошее. Все хорошо. Ежедневно на Донбасс-арене сотни волонтеров формируют около 20 тысяч продуктовых наборов. Согласно последним данным гуманитарной карты, 45% жителей, проживающих на неподконтрольной Украине территории, испытывают острую нужду в еде. Сейчас каждый день наша красавица-арена работает в очень непривычной для себя роли. Если ранее сюда приходило порядка 50 тысяч футбольных фанатов, то сейчас каждый день сюда приходит порядка 500 волонтеров, которые помогают собирать нам продуктовые наборы. Каждый день 20 тысяч продуктовых наборов отсюда разводятся по Донецкой области, где у нас работает всего 29 центров выдачи. Гуманитарную помощь Рината Ахметова раздают в Моспино, Макеевке, Ясиноватой, Харциске, Шахтерске. Наборы для выживания доставляют жителям Горлов, Киловайска, Зугресса, Кировского, Докучаевска, Комсомольского. Завтра из Днепропетровска в Донецк отправится пятая колонна 17-го гуманитарного рейса Рината Ахметова. 35 машин доставят около 700 тонн продуктов и детского питания.